Итоги уходящего четверга подводят наших респондентов. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Наталья Качанова в качестве доверенного лица кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко посетила Баба-Русь к подробности визита. В добрый путь в переулке Бахарова укладывают асфальт. Сначала слой насыпает асфальтоукладчиком, затем проходит по нему катком. Сколько прослужит новое покрытие и когда закончат работы. Кража со взломом. На Рженикид заграбили магазин велосипедов. Внутри был беспорядок, сейф был опрокинут. Какую схему провернули злоумышленники? Приветствует Бабрусь к санатории города, вновь принимает иностранных гостей. Здесь замечательное лечение, у меня есть с чем сравнивать. Из каких стран едут туристы, чем привлекают белорусские здравницы. А также итоги смены в Патриоте, школьные базары и хмурая пятница. Завтра небо затянут на облака, что обещают синоптики. Наталья Качанова в качестве доверенного лица кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко посетила Бабруськ. Побывала на двух промышленных предприятиях, встретилась и пообщалась с коллективами. Первым в списке визитов стал Олег Промразвития. Наталья Качанова рассказала работникам о ситуации в экономике страны, затронула темы социальной защиты и заработной платы. Спикер остановилась на вопросе профилактики COVID-19. По ее словам, наша страна грамотно и слаженно справилась с возникшей ситуацией, несмотря на то, что правительству приходилось принимать порой непростые, но взвешенные решения. Наталья Качанова также прошлась по цехам предприятий и пообщалась с рабочими на местах. Ответила на их вопросы, выслушала пожелания. Люди, которые хотели задать вопросы, они задали и индивидуальные вопросы. Наталья Ивановна с удовольствием ответила на эти вопросы, где-то какие-то пометки сделала. Я думаю, что каждый услышал то, что хотел и какие-то определенные выводы сделал тоже для себя. Встреча прошла конструктивно, люди были настроены позитивно. Далее Наталья Качанова отправилась на встречу с коллективом «Славянки». Здесь также прошел открытый конструктивный диалог. Доверенное лицо подчеркнуло важность главного политического события и отметило, от выбора каждого зависит будущее страны. Для присутствующих выступила белорусская группа «Аура». Евгения Лейник и Юлия Быкова исполнили хиты из альбома, посвященного малой родине. В стране 61 765 пациентов успешно побороли коронавирус. По данным Минздрава зарегистрированы 67 665 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19. Лаборатории обработали свыше 1 288 000 тестов. Во всей Беларуси продолжают чествовать медиков, которые сражаются с пандемией. Накануне слова благодарности адресовали представителям Могилевского региона. Врачи, медсестры, фельдшеры, акушеры, санитары и водители скорых собрались в областном дворце культуры. Наградами отметили свыше 70 работников системы здравоохранения. Благодарности и грамоты получили специалисты бобруйских поликлиник и больниц. Это заслуга не одной меня, это заслуга всего нашего коллектива, всей нашей поликлиники номер 8. У нас работают самые замечательные врачи, медсестры, персонал, администрация, где каждый придет в трудную минуту на помощь. Я очень люблю свою работу, я очень люблю людей. Огромное спасибо всему коллективу за ту работу, за ту поддержку, за ту смелость, за тот героизм, который они проявили в борьбе с этой инфекцией. Он действительно вот в нужный момент сплотился и показался с самой наилучшей стороны. Каждый на своем месте проявил и самоотверженность, и если хотите мужество, и самоотдачу, не считаясь ни с личным временем. Еще раз огромное спасибо медикам, здоровья, счастья, благополучия и так держать высоко флаг нашей белорусской медицины. Между тем, Всемирная организация здравоохранения внесла молодежь в основную группу риска заражения COVID-19. Во всем мире фиксируют новые очаги инфекций, все чаще заражаются люди до 40. Тенденция характерна практически для всего европейского континента, отмечают эксперты ВОЗ. Ранее наиболее уязвимые группы населения считали пожилых. Изменения связывают с поведением молодых людей по мере снятия карантинных ограничений. Зачастую юноша и девушки не соблюдают меры предосторожности. На переулке Бахарова укладывают асфальт. Новое дорожное покрытие двухслойное. Максим Кембель подробнее. По одной полосе в каждом направлении. Ширина дороги почти 8 метров. На переулке Бахарова укладывают асфальт. На участке трудятся с десяток сотрудников ДЭПа. Работают самосвалы и тракторы. Сейчас здесь укладывают первый слой, выравнивающий его высота в разных местах от 5 до 7 сантиметров. И используют пористую смесь щебенки. Сначала слой насыпает асфальтоугладчиком, затем проходит по нему катком. Транспортная артерия разрезает частный сектор вдоль почти 60 домов. Местные жители признаются, дорогу ждали. Временные трудности, шум и пыль от тяжелой техники не смущают. Знаете, что нравится. То, что будет меньше пыли. Здесь была разбитая дорога пыльная. Так сейчас будет, видите, как хорошо. Первые рабочие в оранжевых жилетах здесь появились в минувшие выходные. Планируют пройти свыше километра от Крылова до Карла Маркса. Это очень хорошее сообщение. Бахарева по прямой, не надо объезжать. Очень отлично. Спасибо нашим властям. Спасибо городу, что наконец нашли деньги, чтобы построить эту дорогу. Совсем скоро приступят к укладке второго слоя асфальта. Толщина покрытия составит более 12 сантиметров. За качеством работ ежедневно следят специалисты. Срок текущего ремонта по данному объекту определён как август месяца текущего года. Работы будут завершены после предъявления подрядчикам акта выполненных работ должного качества и подписанных техническим надзором. Переолок Бахарова – не единственный горячий участок Бобруйских дорог. Накануне рабочие завершили укладку асфальта от улицы Урицкого до Октябрьской. Также подняли колодцы и нанесли разметку. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Вскрыли дверь, вынесли наличные. На Джинхит заграбили магазин велосипедов. Злоумышленники работали ночью. Сперва сняли ралет, затем взломали замок. Дальше больше отогнули дверь сейфа, украли деньги. Сумма ущерба – порядка 5000 рублей. Товар остался нетронутым. Следователи в эти минуты продолжают проверку. Сегодня в 9 утра мне позвонила соседка от соседнего магазина и сказала, что у нас открыта дверь. Возможно, мы просто забыли ее закрыть, но я-то знал, что я ее закрывал. Когда я прибыл на место, ну, обнаружил следы взлома. Когда я зашел вовнутрь, внутри был беспорядок, сейф был опрокинут. То есть, ну, были видны следы проникновения. Ну, а дальше мы вызвали следственную группу. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы уехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Итоги совещания в Центр-Избиркоме. Опасное детское печенье и досрочная выплата пенсии. Деньги начнут выдавать уже с 3 августа. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В ЦИКе состоялась встреча госсекретаря Совбеза с кандидатами в президенты Республики Беларусь и доверенными лицами. Андрей Равков рассказал про существующую угрозу безопасности людей во время агитационных мероприятий. Он также сообщил, что в будущем правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность участников митинга. В Новополоцком нафтане запустили установку производства элементарной серы методом Клауса. В церемонии участвовали представители областной и городской власти, председатель концерна «Белнефтехим», гендиректор и коллектив предприятий. Ранее в строй ввели установку получения водорода номер 2. Оба объекта построены с нуля и суммарно обеспечили рабочими местами 174 человека. Пенсии в августе начнут выдавать досрочно, на почте и через предприятия доставки с 3-го числа. Банки подключатся на два дня позже. Обычно деньги выплачивают с 5-го по 25-е. Как пояснили в Минтруда, мера позволит людям преклонного возраста минимизировать поездки и сократить число контактов с другими людьми в условиях пандемии. Некачественное детское печенье «Фрутоняня» обнаружили в магазинах Могилева. Проверка госконтроля выявила, что лакомство не соответствует требованиям техрегламентов таможенного союза. Изготовитель заявил, что в 100 граммах лакомства содержится 25 мг витамина С. По факту почти в три раза меньше. По результатам проверки продавать товар запретили, импортерам предписали изъять его из обращения на территории Беларуси. Национальная Академия Наук проводит конкурс творческих работ «За что я люблю родную землю». Организаторы принимают оригинальные эссе, стихотворения, рассказы, очерки на белорусском языке. В судейской коллегии сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы. Работы можно прислать до 20 августа. Торжественная линейка выступлений артистов и почетные грамоты в лагере «Патриот» завершилась смена. Официальная часть закрытия прошла на плацу 83-го инженерно-аэродромного полка. После воспитанники поучаствовали в военной эстафете, показали освоенные навыки. Все было очень интересно, увлекательно. Мы закрепили наш боевой дух. Очень хороший, отличный. Хотел бы еще остаться здесь. В этом году на смене было 25 человек. Подростки знакомились с военным делом на протяжении 15 дней. Разбирали автоматы, преодолевали полосу препятствий, их научили правильно застилать кровать. Именно такая форма организации летней занятости детей и подростков позволяет сплотить коллектив, научить ребят оказывать помощь друг другу в трудных жизненных ситуациях и дисциплинировать наших подростков. Заранее спланировали работу так, чтобы каждому учащему все понравилось, чтобы каждый ребенок нашел себя, реализовал свои возможности, провел себя в спорте, в военном деле. Первый звонок. На выходных в области заработают первые в сезоне школьные базары. Уличные торговые площадки развернутся во всех крупных городах. В регионе планируют организовать не менее 65 точек с одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями. В Бобруйске палатки традиционно устанавливают на социалистической площади Победы. Добро пожаловать в Бобруйск. Санаторий принимает иностранных гостей. Туристы приезжают из Франции, Израиля и Америки. Больше всего постояльцев с российским гражданством. Моя коллега Анастасия Шевцова тоже купила путевку. Лучшее соотношение – цена-качество. Ради отдыха в белорусском санатории Лариса Андреева преодолела путь в 4000 километров. Сперва самолетом из французского «Нанта» добралась до России. Застряла в Белокаменной на несколько месяцев. Правительство соседней страны закрыло границы. Когда ограничения сняли, почти сразу отправилась в Бобруйск. Если я приезжаю в Россию, я обязательно приезжаю хотя бы на неделю, на две, на три полечиться. Потому что здесь замечательное лечение. У меня есть с чем сравнивать, в том числе с Европой. Здесь удивительные люди и очень хорошее лечение. Женщина родилась в Белоруссии. Рассказывает, много лет живет в России и Франции. Каждый год приезжает на малую родину отдыхать в санатории Бобруйска. Помимо процедур, признается, любит гулять вдоль Березины. Здесь хорошая ванна, здесь очень хорошая грязь. Сопропиловая, по-моему, называется. Это лучшая грязь, одна из лучших. Вот то, что я читала. Хорошая очень вода. Ну и вообще так, все улучшается у них, молодцы они. В санаторий имени Ленина приезжают из отдаленных уголков России, Израиля и даже США. В 2020-м для иностранцев ввели достаточно строгие правила. Нужно было собрать целый перечень документов. В частности, получить медсправку, сдать тест на коронавирус. Заранее узнали, какие документы нужны будут при пересечении границ. Санаторий предоставил нам по почте ходатайство о разрешении въехать на территорию Белоруссии, нашу бронь, оплату путевки. Ну и, соответственно, никаких проблем не было. Мы спокойно пересекли границу. Мы позвонили в санаторий, и нам предложили сделать ходатайство, лицензию. Мы взяли справочки нужные у себя уже на стране. Сдали тест на коронавирус, а потом 2-3 дня эта справка действует, что у нас не было контакта с больными. И поехали. И когда мы проезжали границу, нас спросили, куда мы едем. Мы сказали, на лечение, в санаторий. Он говорит, есть пакет документов? Есть. Бобруйская здравница расположена вдали от промышленных предприятий и шумных трасс. От лишних глаз укрывают лиственные и еловые деревья. Основной профиль – болезни суставов и опорно-двигательные системы. Можно пройти полное обследование, получить консультацию с копрофильного специалиста или посетить косметический кабинет. По всей территории предусмотрены пандусы. Санаторий, как и другие учреждения здравоохранения, поэтапно возвращается к привычному режиму работы. На входе по-прежнему измеряют температуру. В кабинетах стоят антисептики. Медики ходят в масках. На полу у столов регистрации виднеется разметка. Везде проводится дезинфекция. Дезинфекция рук. Также мы работаем в одноразовых перчатках. Все лично в моем кабинете. У нас все одноразовое. Все обрабатывается и утилизируется. Приприняты все меры для профилактики заноса, завоза сюда к нам инфекции. Июль месяц – это был самый пиковый месяц. Максимальная загрузка – более сотни процентов. Сейчас мы заполнили на 40. В стенах санатория сейчас оздоравливается 97 человек. Свыше 50 приехали из России. Двери всегда открыты и для белорусов. 3 августа начинается вторая смена. Можно будет провести время с пользой после тяжелого трудового дня. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко. Бабруйск, 360. Драмтеатр имени Дунина Мартинкевича готовит премьеру к новому сезону. Осенью в программе появится спектакль номер 13 по пьесе английского драматурга Рея Куни. По словам режиссера, действие развернется в апартаментах отеля. Помощник премьер-министра Ричард Уилли вместо ночных парламентских дебатов решит провести время в компании привлекательной секретарши. В самый неподходящий момент появится третий лишний. Цитата. Мужское тело средних лет, не подающее признаков жизни. Это очень хорошая комедия, качественная. Именно драматургически качественная. Это очень высокая драматургия, я бы сказал. Из комедии, наверное, одна из самых высоких. И плюс ко всему команда подобралась очень серьезная. Это может получиться очень смотрибельный спектакль, который создаст настроение. Постановка Татьяны Троянович. Я думаю, что Татьяна Михайловна известна уже очень хорошо по бобруйскому зрителю, по постановкам «Точки на временной оси». К слову сказать, лауреат национальной премии – это наша гордость. Смешанные чувства и сертаки. Первый показ запланирован на 18 сентября. Второй состоится днем позже. Облачно с прояснениями – девиз четверга. Сегодня в Бобруйске разгулялся ветер. После обеда порывы достигали 13 метров в секунду. Воздух прогрелся до плюс 24. К вечеру заметно похолодало. Юго-западный ветер сменился северо-западным. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлестова. Завтра в страну придет прохладный ветер с Балтийского моря. Небо затянет неплотный слой облаков. Днем почти везде пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. С ночи до утра синоптики обещают слабый туман. Автомобилистам стоит вести себя аккуратнее на дороге. Во время поездки на работу или по делам лучше включить ближний свет. Ухудшилась ситуация с наводнениями в индийском штате Бихар. За последние сутки жертвами стихийного бедствия стали 36 человек. Из-за потопа пострадали 30 тысяч. На восточной центральной железной дороге шестой день стоят поезда. Железная дорога в некоторых местах ушла под воду. Сильные наводнения и на севере Японии. Несколько населенных пунктов оказались изолированными от остального мира. Власти успели эвакуировать большую часть населения. Спасатели пока не могут оценить ущерб и выяснить, есть ли там пострадавшие и жертвы. Наводнения вызвали сезонные ливни. Из берегов ушла река Магами. Дождевой фронт двигается в направлении столицы Токио. Жители американского Колорадо наблюдали удивительное и одновременно пугающее явление. В небе над штатом взорвался крупный метеорит. Происшествие попало на видео. Местные специалисты успокоили. Такие гости из космоса достаточно часто сгорают в атмосфере. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный 6-8 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 20 градусов со знаком плюс. Ночью воздух остынет до 14 выше нуля. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok